Очередные, не случайные ядерные учения России. Очевидно, что Россия снова перешла к своей привычной тактике ядерного шантажа. Минобороны России заявила, в ближайшее время РФ проведет учения по применению нестратегического ядерного оружия. По поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач генеральным штабом начата подготовка к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа, с привлечением авиации, а также сил военно-морского флота. Пресс-секретарь Путина, он же его верный пес Дмитрий Песков, объяснил, что эти учения связаны с заявлениями Запада о готовности отправлять войска в Украину. Речь идет, естественно, о заявлениях господина Макрона и о заявлениях британских представителей. Вы знаете, к ним еще добавился представитель, сенатор США, если я не ошибаюсь, которые, собственно, говорили о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты в Украину, то есть фактически выставить солдат НАТО перед российскими военными. Президент Франции Эммануэль Макрон действительно заявил, что не отказывается от своих слов о возможной отправке войск в Украину. С его слов, многие европейские страны теперь разделяют его позицию по этому вопросу. Агрессивность российской реакции на мои слова показала, что у них был желаемый эффект, а именно, не думайте, что мы на этом остановимся, если вы не остановитесь. В Европе все больше понимают, какую угрозу представляет Россия. Если Россия победит в Украине, в Европе не будет безопасности. А еще Путину не дает покоя заявление министра иностранных дел Британии Дэвида Кэмерона, который дал четко понять, Лондон не против использования Украиной британского оружия для ударов по России. Украина имеет на это право. На фоне того, как Россия наносит удары по Украине, понятно, почему она чувствует необходимость быть уверенной, что может защитить себя. Эксперты уверены, Кремль использует ядерные угрозы и дипломатические манипуляции не случайно. Причина, что Россия снова перешла к своей привычной тактике ядерного шантажа. Они ее применяют постоянно. Те главные проблемы, что так или иначе это все равно отражается на позиции и действии западных партнеров Украины, которые постоянно учитывают этот фактор в своей деятельности. Нынешнее очевидное возрождение ядерной риторики на этот раз в форме запланированных тактических учений с использованием ядерного оружия совпадает с неизбежным прибытием западного оружия в Украину. В этот раз Россия, кроме привычных аспектов ядерного шантажа, вроде заявлений о применении ядерного оружия, еще решила начать соответствующее учение по его применению. Ну и кроме того, выступила с рядом официальных заявлений. В частности, заявлений о том, что они якобы будут расценивать переданные Украине истребители F-16 как элементы ядерной инфраструктуры, как потенциальных носителей ядерного оружия. Очевидно, что таким образом они демонстрируют свой страх перед тем, что Украина будет получать истребители, ракеты, которые можно будет использовать, в том числе, по территории России. В Институте изучения войны заявили, что российские чиновники постоянно приурочивают учения по ядерной готовности и угрозы ядерного возмездия к важным политическим решениям Запада относительно войны в Украине. Таким образом пытаются действовать на западных партнеров Украины. Не более, что до них пор так или иначе это действует. Это позволяло замедлять поставки, замедлять соответствующие решения предоставления Украины того или иного оружия. Аналитики уверены, Кремль использует информационную операцию о ядерном оружии, чтобы отговорить западных партнеров Украины от предоставления дополнительной военной поддержки и напугать западных политиков, чтобы те не позволили украинским войскам использовать предоставленные Западом системы для атак на законные военные объекты в России. Мы должны понимать, что ядерный шантаж они применяют в те моменты, когда считают, что ситуация развивается в не очень хорошем для них ключе. Длительное время перед этим ядерного шантажа со стороны России не было, по сути. То есть они считали, что они и так побеждают. То, что они вернулись, причем очень агрессивно, к ядерному шантажу, свидетельствуют о том, что они уже не уверены в успешном ходе войны, в том, что они вот успешно смогут чего-то добиться, поэтому пытаются влиять на Запад уже подобными методами. К сожалению, весь этот ядерный шантаж на Западе многие продолжают воспринимать серьезно. На ситуацию уже отреагировали в Европе. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петерстана считает планы Кремля относительно ядерных учений продолжением российского безответственного поведения. Стана призвал Россию прекратить эскалацию и призвал остановить агрессию против Украины. Это является еще одним доказательством, что Кремль заинтересован только в дальнейшей эскалации ситуации, которая была вызвана его незаконной агрессией против Украины. Со своей стороны Соединенные Штаты Америки пока не видят реальных угроз применения ядерного оружия России. Однако заявляют, что безрассудное бряцание ядерным арсеналом, которое демонстрирует Путин, недопустимо. Ядерная риторика России безрассудна и безответственна в течение всей войны, однако мы не видим никаких оснований для изменения своей ядерной позиции в ответ на заявление России, пока нет никаких признаков того, что Россия собирается применить ядерное оружие против Украины. Наша ядерная триада является более современной, чем любая другая триада.